антон здравствуйте здравствуйте ваша компания она занимает очень такие лидирующие позиции на российском рынке даже за рубежом и всегда очень интересно как строился ваш путь как начиналась ваша история рынке биотехнологий на рынке медицинских препаратов давайте поговорим об этом да конечно на рынке биотехнологий я начинал получается девять лет назад 2014 год и собственно начинал я с производства косметологических препаратов мы сейчас с вами находимся как раз на производстве компании век косметик где мы занимаемся производством инъекционных форм мы производим бады крема различные там сыворотки пилинги все что необходимо врачу-косметологу и и в последнее время вышли в том числе на потребительский рынок мы очень глубоко разбирались в этой теме и в какой-то момент начали замечать что не все препараты работают у людей одинаково например там 90 процентов пациентов у нас получают прекрасный эффект который задуман препаратом а у десяти процентов не происходит ничего ну совсем не работал ну как не либо не работает либо такой-то сниженный эффект и мы не очень понимали с чем это связано и в 2016 по моему году занимались совершенно другой задачи то есть мы искали людей которые помогли бы нам поставить производство гиуроновой кислоты сейчас есть большой дефицит качественной гиуроновой кислоты именно фармацевтического качества и она производится биотехнологическим способом то есть для этого нужны генные инженеры которые модифицируют бактерии которые будут производить гиуроновую кислоту на самом деле всегда было интересно как она производится вот примерно таким способом так вот мы так искали таких ребят в академгородке познакомились с одной компанией, это МБС-технология, с которыми обсудили эту тему, поняли, что, наверное, это не совсем их компетенции, но при этом в разговоре просто ребята сказали, что у нас достаточно сильная генетическая лаборатория, которая при этом не очень загружена. И если вы, как предприниматели, что-то придумаете, как это можно применить, мы с удовольствием будем вам помогать в этом деле. Мы ушли, собственно, думать на пару месяцев, как раз вот этот свой запрос попробовали, прозондировали, с ними пообсуждали, в итоге поняли, что действительно механизмы действия некоторых наших компонентов, в том числе и гиуроновой кислоты, они зависят от генетики человека. И если у человека есть определенный полимархизм в генах, то, например, гиуроновая кислота у него может очень быстро перерабатываться. И тогда, например, филер, который стоит у всех полгода, у конкретного пациента, он будет через месяц уже исчезать. Рассосался. Абсолютно верно. Вот. И, собственно, с этого и началось. Мы попробовали сделать первую генетическую панель, косметология, благо у нас уже был косметологический бизнес, огромное количество врачей, которые пользовались нашими продуктами, которые попробовали этот тест, и оказалось, что да, действительно работает. И помимо того, что мы решали вопрос понимания того, как будут работать препараты, мы еще заодно и смогли показывать возможные побочные эффекты. То есть от различных косметологических процедур. Но вообще вокруг генетических тестов всегда было очень много мифов, каких-то предрассудков, предубеждений, начиная от цены, заканчивая правдивостью этих тестов. Вот что вы можете на это сказать? Смотрите. Ну, здесь надо разделить. Первая цена. Сейчас генетические тесты становятся все более доступны. Просто за счет массового распространения оборудования, технологии. Так с каждой технологией происходит. И дальше это будет идти тренд на снижение. Сейчас уже они становятся вполне доступны. По поводу качества. Качество здесь подразумевается точность анализа генетического. И здесь как раз наша технология пока что является самой точной условной в мире, которую мы применяем. Она самая простая. Это ПЦР в реальном времени. И по сути точность 99,8%. А сколько времени занимает такое исследование? Как раз таки за счет простой технологии. Она занимает не так много времени. И больше времени занимает сама логистика. Потому что мы работаем с клиниками по всей стране, например. И иногда образец к нам может идти несколько дней. Попадает в лабораторию. В самой лабораторию это занимает от 3 до 5 дней. В зависимости от ее загрузки. А я правильно понимаю, что этим тестом может воспользоваться обычный человек? То есть не обязательно идти в клинику. Он может сам заказать себе на дом. Да, такая возможность есть. У нас на сайте это можно сделать. Но мы все равно рекомендуем получить консультацию после теста. Вот как раз таки, потому что сложно это все интерпретировать медицинские термины. Абсолютно верно. Ну и более того, надо понимать, что все равно компетенции врача важны. Поскольку вы на своем уровне можете сказать, о, у меня такой препарат не сработает, вот такой сработает. Но врач может, видя вас, понимая вас, вашу историю болезни, сказать вам, что и такой препарат вам лучше нежелательно использовать. И давайте использовать, например, третий. Или, например, ситуации, когда, ну вы просто не можете понять, что там написано полноценно. Потому что это медицинский язык, он тоже специфичный. Он требует определенных знаний, знаний там анатомии, фармакологии и так далее. И что немало важно, не заниматься самолечением. Базис-геномик в своем арсенале имеет базовые и таргетные тесты. К базовым относятся исследования по определенному направлению. Среди них косметология, эндокринология, диетология, педиатрия и даже активное долголетие. Таргетные тесты предназначены для решения узконаправленных задач, например, для оценки рисков развития сахарного диабета второго типа. Мы планируем в конце этого года выпустить генетическую панель гинекологии. И там будем рассматривать как раз-то все, что касается репродуктивного здоровья женщины, ну и поддержания в здоровом состоянии. И вторая панель, над которой мы работаем сейчас активно, это панель кардиологии. Потому что, как известно, многие риски кардиологические, они сейчас, есть точное понимание, что они связаны с генетикой. И более того, многие препараты, которые сейчас назначают врачи-кардиологи, они как раз-таки имеют генетические механизмы работы. То есть на них влияет ваша генетика очень сильно. Можно однозначно понять, какой именно препарат кардиологии, например, статины, вам подойдут для лечения вашего заболевания и исключить все риски, которые связаны с неправильным назначением препарата. Давайте немного отойдем от темы генетических панелей. Вот одна из целей, которые вы упоминаете в своих социальных сетях, это внедрение 5П-медицины. Что это вообще значит? Наверное, сильно в подробности уходить не буду. Я думаю, что важно, чтобы каждый изучил эту тему для себя, потому что это касается непосредственно вашего здоровья. Скажу отличия основные. Как мы знаем, сейчас медицина – это основные блоки ее. Это профилактика, диагностика, терапия, реабилитация. Это классическая наша медицина. Надо понимать, эта медицина работает с болезнями. То есть когда уже у вас есть заболевание, оно реализовалось, вам нужно его выявить, вылечить и потом еще восстановиться после лечения. 5П-медицина предлагает более комплексный взгляд на здоровье человека. И она предлагает работать не только с болезнями, но и со здоровьем непосредственно. А здоровье устроено немножко иначе. И, к сожалению, для нас, как для человечества, это сейчас довольно такая новая сфера и довольно белое пятно, с которым мы только начинаем разбираться. Потому что там другие механики. Мы понимаем, как лечить, когда что-то сломалось, но как сделать, чтобы не сломалось? Предотвратить поломку. Абсолютно верно. И это как раз одно из превенций. То есть медицина должна быть превентивной, она работает должна на упреждение. Антон, я не могу не спросить, насколько сейчас врачи доверяют генетическим тестам. Это хороший вопрос. Смотрите, к генетическим тестам доверие растет очень сильно. Поскольку генетические тесты бывают разные, сейчас в большое распространение получают генетические тесты по различным моногенным заболеваниям. То есть это тяжелые, в основном врожденные заболевания, но за счет проникновения этих тестов в массу врачей у них появляется больше доверия к остальной генетике. Опять же, надо понимать, что, например, там тесты на ковид – это тоже генетический тест, который определяет наличие ДНК вируса в полученном образце. И за счет пандемии можно сказать, что у нас большое количество врачей наконец начало разбираться с генетикой и начало понимать эти механизмы. Ну и как раз доверие появилось. Абсолютно верно. Появляется все больше доверия и дальше будет таким же образом. Потому что, еще раз, медицина будущего, она отталкивается от рисков. И любой врач через 10-15 лет должен будет уметь с этим работать и начинать еще задолго до начала болезни. Хочется в завершении нашего разговора поговорить о партнерских отношениях, потому что ваша компания – это, ну, можно сказать, лидер на рынке биотехнологий, инновационных, медицинских каких-то разработок. Давайте поговорим о том, кто вам помогает, с кем вы сотрудничаете. Мы работаем с различными фондами. Наша компания является резидентом биотехнопарка Новосибирского. Наша компания является резидентом Сколково. Наша компания работает с инновационным фондом Новосибирской области. И все эти организации, как институты поддержки, оказывают очень большое влияние на нашу работу. Еще один важный институт – это корпорация МСП. То есть корпорация, которая занимается поддержкой малого и среднего предпринимательства. И каждая из этих организаций помогает нам чем-то своим. То есть Сколково, например, нам помогает грантами на продвижение. Фонд инновационного развития Новосибирской области нам помогает с субсидиями на производственное оборудование, помогает с представительством на различных выставках, с поиском контактов. Корпорация МСП нам обеспечивает доступ к кредитованию по очень льготным ставкам относительно нынешнего рынка. В совокупности наша компания получает достаточно хорошую поддержку через эти институты и благодаря этому развивается очень динамично. Мы пожелаем процветания вашей компании, надеемся, что все у вас будет хорошо, ждем новых разработок и спасибо вам большое за интервью. Большое спасибо.